В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но вначале коротко об основных событиях. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский провел плановый прием жителей в поселении Горки-Ленинский. Надеюсь, что помогают, помогают нам. Ну, будем надеяться. Вот только нам свет нужно сделать. Помощь инвалидам-ветеранам войны была оказана фракцией «Единая Россия» Совета депутатов Ленинского городского округа. Быстро закупили необходимые средства технической реабилитации для инвалидов. Это инвалидную коляску и противопролежный матрас. В Расторгуевской библиотеке открылась выставка творческих работ сразу трех поколений одной семьи. Их работы мы собрали сегодня и представляем для наших читателей. Власть должна быть чуткой. Этот тезис был главным в ежегодном обращении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева к жителям области, которые он озвучил в начале года. Выездные приемы граждан уже давно заняли прочное место в рабочем расписании главы Ленинского городского округа Алексея Спаского. На очереди визит в поселение Горки-Ленинский. Здесь он провел плановый прием местных жителей. Эксплуатация частным лицом земли общего пользования, вопрос освещения территорий, решение проблем с транспортной доступностью, очистка водоемов. Главе Ленинского городского округа Алексею Спаскому люди приходят с самыми разными проблемами. Представители поселка санатория Горки-Ленинский обратились за решением вопроса с общественным транспортом. Все обращения принимаются в работу, которую будет лично контролировать глава муниципалитета. Жители деревни Пуговичино выразили беспокойство, что им не приходят квитанции за вывоз мусора. Также они попросили поставить мачту освещения на одной из улиц, очистить родник и проверить деятельность местного предпринимателя, который, по мнению жителей, осуществляет незаконную деятельность. Надеюсь, что помогают, помогают нам. Ну, будем надеяться. Вот только нам свет нужно сделать, и вот разобраться с Касаткиным. Ну, там вот все сдали, жалобу, все. В этот день посетили приемную Алексея Спаскова, которая расположилась в администрации поселения 10 человек. Сложно сказать, много это или мало, ведь каждая проблема, с которой приходят люди, персонально для них весьма значима. И сроки ее решения сокращаются в разы, когда дело находится под личным контролем главы муниципалитета. А значит, такие выездные приемы будут продолжаться и впредь. Помощь инвалидам, ветеранам войны была оказана фракцией «Единая Россия» Совета депутатов Ленинского городского округа. Нужные технические средства реабилитации были доставлены руководителям общественной приемной Ленинского отделения партии и активистами организации «Молодая гвардия». В общественную приемную Ленинского отделения партии «Единая Россия» поступила информация, что инвалиды, ветераны войны, проживающие в Ленинском городском округе, нуждаются в технических средствах реабилитации. В фонд социального страхования их заявки поступили поздно, в связи с чем в квоту они не попали. Ждать следующей закупки времени не было, поэтому обращение было передано во фракцию «Единая Россия» Совета депутатов Ленинского городского округа. К работе активно подключился председатель Совета депутатов Станислав Радченко и депутаты Артур Григорян и Владислав Рымша. Они использовали свой депутатский ресурс, провели определенную работу и в тесном взаимодействии с администрацией Ленинского городского округа быстро закупили необходимые средства технической реабилитации для инвалидов. Это инвалидную коляску и противопролежный матрас. Более пяти лет назад Вере Александровне Кокаревой выделили квартиру на Битцевском проезде. В этом году ей исполнится 98 лет. Сейчас за ней приглядывает сиделка Гульнара, которой Вера Александровна иногда рассказывает о своей жизни. В 1942 году ее призвали на фронт. Вера Александровна была штабным работником противовоздушной обороны. День Победы встретила в Варшаве. Она рассказывала, как вот 8 мая ее вдруг разбудили девчонки-телефонистки с криком «Ура! Победа! Быстро одевайся!» В поселке Горки-Ленинский проживает 96-летний Михаил Егорович Жуков. О начале войны он узнал в Москве. Ему было 18 лет. Тогда он забрал сестру и уехал в родную деревню в Тамбовской области. Там его призвали на фронт. Войну Михаил Егорович провел на Дальнем Востоке. В 1945 году, 9 августа, начались военные действия. Мы объявили войну Японии. И их часть перебросили из Благовещенска в Манчжурию. Михаил Егорович служил до 1947 года. В Горки-Ленинский он приехал уже с семьей, женой и сыном. Сейчас о нем заботится дочь Валентина. В их квартире планируется сделать ремонт, поэтому коляска была необходима, чтобы Михаил Егорович мог передвигаться по дому. Самое радостное воспоминание, что жив до этих лет. Помощь, смотри, какую я, оказывает мне. Помощь в доставке технических средств реабилитации оказали активисты движения «Молодая гвардия», которым было интересно увидеть людей, творивших историю, и услышать их рассказы. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Одна из крупных городских сетей по обеспечению населения интернетом празднует юбилей. Десять лет назад в Видном появился интернет-провайдер «Транскомлайн». За эти годы компания разрослась, и сегодня она снабжает людей еще и телевидением и телефонией. Кто эти люди, благодаря которым абоненты получают доступ к современным технологиям, расскажет Юлия Погосян. Здравствуйте, «Транскомлайн». Какой у вас вопрос? Сегодня услугами интернет-провайдера «Транскомлайн» пользуются свыше 10 тысяч абонентов. А начиналось все с обслуживания всего пары домов в шестом микрорайоне города Видное. Несколько лет компании понадобилось, чтобы наладить работу и сделать свои услуги высококачественными. Теперь это не только интернет, а еще телефония и кабельное телевидение. «Транскомлайн» давно вышел за пределы города и даже Ленинского городского округа. С уверенностью можно сказать, что это стремительно набирающий силу игрок на рынке интернет-провайдеров. Стремиться всегда есть к чему и перспективы должны быть, потому что стагнация приводит к негативным последствиям. А нам хочется развиваться, давать людям качественные услуги, наращивать свои сети и предоставлять большее количество сервисов и дополнительных услуг. В компании трудится порядка 20 сотрудников. Здесь два основных блока – технический, работа с оборудованием, и абонентский, контакт с пользователями. Операторы абонентского отдела всегда готовы прийти на помощь, компетентно рассказать существующим и потенциальным клиентам об услугах и тарифах. Никаких секретов нет. У нас индивидуальный подход к каждому клиенту, как к физическим лицам, так и к юридическим лицам. Мы всегда находим решение для любой задачи. И находят отклик у клиентов, которые в юбилейный день рождения компании делятся впечатлениями от сотрудничества с Транскомом. Я вижу, что здесь работают первое – компетентные люди, второе – доброжелательные люди. Как вы понимаете, для сферы обслуживания это очень-очень важно. Компания Транскомлайн очень хорошая. С момента заключения договора не было абсолютно никаких нареканий. То есть пришел, подписался и забыл. Качество отличное, скорость очень быстрая, хватает за глаза. В пользовательстве больше двух лет все устраивает. Классная компания. Одна слаженная команда делает большое дело во благо своих абонентов. Технические сотрудники ежедневно выполняют ответственную работу. Выезжают на объекты, следят за оборудованием, также контактируют с пользователями, настраивают роутеры и выполняют ряд других технических задач. Компании Транском важно мнение получателей услуг. Здесь постоянно следят за работой сотрудников. У нас для этого есть и обучение, и монтажников, и наши техподдержки, которые поддерживают удаленно клиентов, объясняют, что сделать. Мало того, у нас есть служба качества, которая после каждого вызова звонит и спрашивает, как вам понравилось там общение или не понравилось. Соответственно, если какие-то проблемы возникают, то мы их разбираем с монтажниками и помогаем решить. Интернет-провайдер Транскомлайн ведет активную социальную работу, принимает участие в жизни города Видное, поддерживает проекты «Твори добро», конкурс эстрадной песни «Идель Вейс». Сотрудники компании неоднократно участвовали в турнире по мини-футболу и свой десятилетний юбилей считают только началом большого пути. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, ВиднетВ. Василий Федорович Гордеев уже 15 лет, является старостой деревни Картино. В выходные ему исполнится 70 лет, но он по-прежнему держит руку на пульсе общественной жизни и оперативно решает проблемы жителей. О своей работе, уже достигнутом и планах на будущее он рассказал нашей съемочной группе. Его знает каждый житель деревни Картино. Проезжающие машины при виде его сигналят, водители приветствуют, а прохожие подходят, чтобы пожать руку. Василий Федорович Гордеев староста деревни уже 15 лет. Работу свою любит, хоть и признается, это нелегкий труд. Староста он один, ему доверил народ, он и занимается этим своим делом. Пробивает там те же пешеходные дорожки, еще что-то, свет, чтобы горело, чтобы вода была и все остальное. За 15 лет, признается Василий Федорович, сделано немало. Отремонтировали дороги, провели освещение, пустили маршрутку до метро Домодедовская, заменили трубы в системе водоснабжения. Особо гордится староста новеньким центром досуга Картино. Вот это зал, где у нас проходят и танцы, дети занимаются танцами, где мы проводим собрания, где встречаемся, встреча с главами. Его ежедневно посещают более 30 детей, проходят здесь и занятия клуба «Активное долголетие». Рядом есть детская и спортивная площадки. Василий Федорович мечтает поставить еще и уличные тренажеры, благо место имеется. Ребята клуб любят. Там можно порисовать, можно еще с друзьями поиграть в футбол, потом поиграть на площадке и многое другое. Но есть деревня Картино и свои болевые точки. Жители деревни Картино давно ждут обещанную пешеходную дорогу. Движение здесь достаточно интенсивное, и чтобы дойти до ближайшей остановки общественного транспорта, нужно идти по проезжей части и грязи. Четыре года назад заасфальтировали 400 метров дорожки, но из-за нехватки финансирования работы приостановили. Местные жители вынуждены каждый день рисковать своей жизнью и здоровьем. Надо или ставить бортовой камень сюда, бортовой камень, то есть сделать ограничение дороги, чтобы не заезжали сюда, и сделать пешеходную дорожку. На ближайшее будущее у Василия Федоровича еще много планов. Моя мечта не только в деревне Картино сделать чистую воду, но и как депутат в селе Мамоново, в селе в острове тоже у них там с водой беда сделать. В ближайшие выходные Василию Федоровичу исполнится 70 лет. Но он уверен, возраст не помеха, если занимаешься помощью людям. И судя по тому, как ценят его работу жители, можно не сомневаться, у него все получится. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Винетово. В Расторговской библиотеке открылась выставка творческих работ сразу трех поколений одной семьи. На экспозиции представлены изделия из лоскутного шестья Инны Ефимовны Гримбаум, вязаные игрушки ее дочки Анны и картины внучки Инны. Подробнее о мастерицах в нашем сюжете. Идея организовать выставку, на которой будут представлены творческие работы сразу трех поколений одной семьи, пришла к заведующей Расторгуевской детской библиотекой. Татьяна Пономарева уже много лет лично знакома с каждым представителем талантливой династии. Это семья Инны Ефимовны Гримбаум и ее дочка Аня и внучка ее Иночка тоже. И вот все три женщины, они очень творческие личности. И вот их работы мы собрали сегодня и представляем для наших читателей. Оптимизму и жизнелюбию 87-летней Инны Ефимовны Гримбаум можно только позавидовать. Десять лет назад она освоила компьютер с одной лишь целью – обучиться с помощью интернета различным техникам лоскутного шитья. Первыми работами стали одеяло в стиле петчворк. Потом Инна Ефимовна увлеклась изготовлением игрушек, животных, символов года по восточному календарю. Стоит отметить, что все изделия сделаны вручную, без использования швейной машинки. Да, она начинает первый раз какую-то игрушку, но, наверное, она недели две все-таки с ней работает. Потом процесс упустряется, она понимает уже, как ей легче собрать эту выкройку. Хотя подготовка к Новому году у нее начинается уже летом, потому что она шьет очень много игрушек, хочется ей всем знакомым и родственникам подарить. Поэтому где-то полгода у нас в мастерской Деда Мороза работает. Вслед за мамой увлеклась рукоделем и старшая дочь Анна. На выставке представлено несколько вязанных крючком игрушек ее работы. А вот младшая дочка Инны Ефимовны Марина далека от искусства, в отличие от своих творческих родственниц. Она покупает ткани, распечатывает выкройки. Также обеспечивает кисточками и красками свою дочку – молодую художницу Инну Новикову. Тематика у нее очень разнообразная по книгам. Вот здесь у нее есть картина по Пельевину, небольшая, большая картина, где танцующие в водопаде – это по Амару Хаяму. В этой семье любовь к искусству передается из поколения в поколение. А Инна Ефимовна Гримбаум своим примером доказывает, что возраст – не помеха для любых начинаний. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.